всем привет решил вызов самому себе устроить вот эта штанга 40 килограмм я что-то сегодня проснулся и решил а почему бы ее не потягать сто дней подряд по сто раз каждый день первое что я хочу узнать это какой вообще будет результат вот первый день у меня такая форма я ее покажу и на 100 день как изменится тело как она среагирует на эту нагрузку это первое второе мне бы хотелось самого себя проверить а смогу ли я 100 дней вот 100 дней каждый день может быть когда-то будут у меня походы какие-то да но я компенсирую следующим днем я подниму не 100 200 и смогу ли я это сделать потому что бывают такие дни когда на хрен ничего не хочется настроения нет или там на улице жарко или на улице холодно вот и и пропадает вообще какая-то мотивация может быть это будет видео впустую я его удалю я сам не знаю что будет я попробую и покажу вам этот процесс сегодня первый день и я выгляжу вот так вот еще покажу что на улице сейчас середина лета 5 июля сегодня и через сто дней здесь будут желтые листья будут скорее всего пасмурно ну сегодня первый день поехали так это будут сейчас первые подходы первые повторения честно говоря чудо как-то лень ладно поехали может сотка это все-таки был перебор сто раз я сейчас только 10 сделал или это уже не просто первый день заканчивается в общем не думал я что это будет так тяжело да я штангой не занимался не знаю несколько лет сейчас на года четыре уже не ходил ни в какую качалку вот и я сделал 80 сегодня и вот штанга сейчас она просто прижимает уже к земле то есть вроде бы делай по чуть-чуть дает ну если устал там по пять раз на ты ты просто ее вот я ее снимаю с со стойки и все она жмет капец просто иногда до мелькает такая мысль блин то нафиг нам надо как бы как вы на хрен смысл ну буду я чуть-чуть может быть больше за эти сто дней даму как бы тело чуть-чуть станет больше для чего к чему это вот но основная мысль это смогу ли я такой вызов к самому себе да пройти то есть смогу ли я насколько силен я духом и характером чтобы вот поставить цель до 100 дней за 100 дней сто раз до 10 тысяч подъемов вот этой вот штанги и даже интересно иногда на какой день я сломаюсь на какой день мозг мне скажет что нахрен просто забей зачем тебе это и делаешь где каждый день одно и то же и в какой день меня мозг убедит что действительно нужно это прекратить либо я все-таки пересилю эти мысли и дойду до конца ну до своей цели по крайней мере мне надо еще 20 надо поселить потому что если я сейчас по записываю видео и ничего даже не получится то придется видео просто удалить но это тупо да еще интересный интересный на такой момент вот сейчас нет никакого прошлого да вот с этой затеей то есть это первый день ты сейчас бросить самое простое потому что ничего не накоплено это не 50 не 70 день когда если бросишь ну будет жалко не дойти всего каких-то там 30 дней до цели это сейчас ну делаешь и нет усталости которая может накапливаться с со временем вот сейчас просто такой легкий энтузиазм еще присутствует в общем буду снимать буду показывать мне нужно еще сегодня 20 ух ё-моё на реально весит как будто сейчас не 40 60 килограмм 75 еще 15 я вот реально так вот делаю 5 я вот еще 5 час через минуту скорее всего не сделал вот я отдыхаю там минут 10 и подхожу еще делаю 5 в общем это первый день ну сразу жестко так в ритм входить но тяжело но пока что справляюсь с этой задачей так ну что еще 15 еще один подход 5 раз опа она офигеть она становится с каждым разом просто тяжелее тяжелее соточки дело дошло до того что я поднимаю сейчас по два раза сейчас меня 98 мне поднять нужно еще 2 ухо-хо вот это вот неожиданно конечно ну что это первый день сто раз осталось 9900 все уже даже язык заплетается значит сделал вот такой график распечатал на бумаге 100 дней и оказывается не в сентябре закончится эти 100 дней а в октябре 12 октября вот сегодня сделал свой план всем привет второй день сегодня значит что хочу сказать по телу вот тот кто занимался там спортом да каким-то таким активным тот знает что в пир после первого дня тренировок тело болит примерно дня три то есть в основном болят мышцы там сегодня болели так что я ворочался во сне проснулся у меня руки ну вот так вот они раздвигаются дальше уже больно а также наверх и также здесь наверх штангу тягаешь руки дальше уходят вот они меня дальше сейчас даже не уходят руки через боль там можно как-то это все сделать вот сегодня штангу поднял один раз офигел от того как я буду поднимать ее сто раз вот ну как буду поднимать это покажу даже страшно вчера держал я штангу совершенно спокойно сегодня она у меня колбасится болтается и мышцы все трясутся руки трясутся поехали а вот здесь уже больно вот что-то разрабатывается 6 не до конца видите 7 потому что дальше больно 8 9 и плюс один раз это без камеры того 10 за сегодня вот начало есть в общем мышцы я надеюсь что разогреются вот ну вот не доходит до груди где-то сантиметров 10-15 наверно и дальше наверх потому что здесь все жестко начинает болит болит вот в этой части то есть скорее всего будут расти вот эти мышцы название я их не знаю вот и грудь болит от грудь болит прям вот отсюда и вот так вот хочу сказать как мозг работает в общем сейчас я сделал один подход 10 повторений вот и что-то тут мялся мялся думаю блин надо бы еще мышцы болят вообще не хочется подходить сюда и сейчас сюда сел такое думаю все сейчас сделаю камеру включать не буду и потом такую блин у меня штам суп варится надо там картошку закину помешать его и уже двинулся к супу и такой думаю нифига типа меня мозг просто придумывает чтобы сделать такое лишь бы не тягать эту штангу то есть он вбрасывает какие-то мысли в голову отвлекающие чтобы я просто отошел на хрен просто отсюда и не трогал ее потому что это тяжело и я короче вернулся тут же я два шага сделал развернулся пришел сюда я думаю нет ты сначала сделаешь а потом пойдешь разбираться своим супом в общем вот такие уловки на такие уловки можно попасться о очень тяжело не до конца не до конца не дают мышцы сегодня не тянутся они сюда вот все дальше не тянутся вчера я до груди опускал конец второго дня значит вот что происходит с мышцами вот дальше дальше уже все руки не дают мышцы опустить вниз весь а гриф вот так понимаю мышцы уже тянет ну и сильно болит но это те знают который в тренажер походили в первые дни вот когда мышцы прям болят вот сегодня как раз второй день 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 просто тяжелейшая кое-как это делаю 90 я сделал конец дня примерно сейчас около 7-8 вечера вот десяточку нужно еще дать покажу как это получается это получается просто охренеть как поехали 5 ну не знаю смогу ли еще 6 все левая рука все больше не может 7 7 все рука просто не тянет уже ну ничего трешечку я еще добью вот и можно будет в той табличке поставить галочку всем привет прошло две недели первое что хочу сказать что мышцы привыкли они уже не болят и поднимать десять раз десять повторений уже не сложно это я делаю последние вот последнюю неделю это я делаю за не то чтобы за вечер а наверно минут за 40 вечера с перерывами вот все мышцы привыкли это первое что хотелось бы отметить вот эти вот жесткие первые 3-4 дня они прошли мышцы все равно сейчас даже если посмотреть они стянуты вот до груди я штангу гриф опустить не могу то есть это примерно ну вот так вот остается до груди мышцы как-то как будто стянут хотя в первый день я опускал штангу до груди вот прошли до вот эти вот адовые дни когда все мышцы болят поэтому если и начинать такие какие-то тренировки то наверно дня три нужно только разминаться и послушать как вообще мышцы чувствуют себя потому что что потом не было вот этой вот жесткой боли на второй на третий день я думал что я вообще не сделаю эту соточку вот но нормально все проходило через боль через вот это все и соточка это было максимально что я мог бы сделать за день сейчас я соточку делаю ну минут наверное за 40 вечером так не спеша совершенно не контролируя перерывы там сделал десяточку отдохнул сделал десяточку отдохнул вот сегодня что у меня сегодня мне нужно будет сделать 200 потому что вчера я был занят весь день пришел уже поздно по сегодня я уже сделал 60 в общем бросать не хочется нет такого чтобы приходилось как-то через силу это делать такого нет первые дни возможно до были потому что за плечами ничего не было сейчас за плечами две недели вот эти вот занятий штангой если сейчас брошу ну значит две недели прошли впустую сейчас хочу показать вот мне нужно 60 я сделал нужно 200 осталось 140 вот я поставил часики сейчас где-то 18 минут 3 и на часиков как раз я сам посмотрю вам покажу сколько мне нужно времени сейчас спустя две недели чтобы поднять штангу 140 раз все 140 раз сделано вспотел чем 140 раз времени 3 часа примерно 35 минут ушло на это все со съемками еще еще хочу сказать что порог вот этот вот сто раз в день который я себе установил возможно его придется увеличивать потому что в сто раз в день уже какая-то шуточная такая тренировка получается я делаю это судя по всему минут за 20 вся ты вот эта вот тренировка вот и мне хотелось бы все таки если я вкладываю время свои силы вот это вот такое мероприятие то по итогу я реально хочу результата чтобы через 100 дней результат был виден для того чтобы он был был виден скорее всего нужно будет мне увеличить нагрузку но пока я остановлюсь на 100 раз в день дальше посмотрим сейчас пока прошло две недели в запасе у меня еще этих недель и там всем привет сегодня 25 день как я занимаюсь как я в этом марафоне в общем участвую который сам себе придумал 100 раз поднимаю штангу уже за 8 минут 52 секунды значит подошел к штанге 10 раз полминуты отдых 10 раз полминуты отдых и так до сотки 8 52 для результата который я бы хотел получить после 100 дней занятия штангой мне кажется 9 минут в день заниматься штангой это мало вот поэтому я наверно увеличу количество повторений будет не 100 120 можно было бы сделать 150 в день даже 200 бы потянул но если я один день пропущу то на следующий день нужно будет сделать уже 400 если два дня то 600 600 я думаю что это будет очень тяжело сделать за день вот поэтому наращу количество повторений либо еще была мысль увеличить вес штанги но тогда нужно будет покупать два блина по 1600 они каждый вот ну а так как количество повторений нарастить это бесплатно поэтому я подошел вот еще какие в мыслях изменения вот вчера у меня не получилось сделать 100 но я думаю так блин жаль конечно каждый день делал 100 вчера не получилось сделаю завтра 200 вот сегодня я уже ну я не сделал еще вот с утра вечер уже до подходит я еще не сделал ни 100 не 200 и сегодня не сделать будет гараж да про гораздо проще чем это было вчера завтра не сделать будет скорее всего гораздо проще чем это было бы сегодня то есть я замечаю что чтобы сформировать привычку что-либо делать нужно прикладывать усилия нужно прикладывать ну силу воли это нужно делать продолжительное время чтобы сформировать привычку ничего не делать нужно один-два дня и все это полностью расслабляешься. Так я замечал, было с языками, я там учил, потом с какими-то темами мне интересными. Месяц позанимаешься и всё, и забываешь, потом через год вспоминаешь. Вот такие вот изменения, которые я наблюдаю за собой и передаю вам. Да, кстати, благодаря этому видео, я считаю, мне проще выполнять вот этот челлендж, вот этот вызов самому себе, потому что мне хочется всё-таки сделать в конце такое содержательное и целостное видео от начала и до конца. И содержание у него будет то, как вообще реагирует организм, как вообще реагирует мозг на условия, которые поставлены вот в жёстких рамках. Каждый день 100 раз. Сегодня нужно сделать 200, я также поставлю часы. Так, ну что, вот значит штанга, вот часы, на таймлапсе будет видно, сколько там время, начнём. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот, закончил я 200, вот оно время, 7-10, было без 15,7. Вот 25 минут ушло теперь на 25-й день, уходит, чтобы сделать 200 повторений. Мышцы чувствуются. Я делал постоянно по 100, сейчас я сделал 200. Мышцы офигенско чувствуются. Прям всё стянуло. Всем привет! В общем, такая заметочка. Сегодня нужно опять 200 сделать. Вчера я не делал, вчера я ночевал на даче. Вот, и уже конец дня. Хотя можно было это сделать часов в 5 вечера, я приехал домой. В общем, какая заметка, что я эту штангу оставляю постоянно на конец дня. Я всегда её поднимаю вечером. Вот, это, скорее всего, тоже такая штука мозга, что типа давай оттянем, оттянем этот процесс, этот сложный, тяжёлый процесс, и в итоге всё оттягиваю, оттягиваю, и в итоге конец дня, и нужно всё-таки её сделать, я сажусь её делать. Вот, сегодня 200, также таймлапс. Субтитры сделал DimaTorzok 200. И не просто даже не то, что 100 делать, а именно ежедневно, каждый день подходить к штангу и делать 100 раз, в течение 100 дней. Вот именно вот эта часть, самая сложная, не уклониться вот от этого курса, не забросить, сделать так, чтобы мотивация была на протяжении всех 100 дней. Завтра вот бы не пропустить и сделать хотя бы соточку. Сегодня, значит, 18 августа, и изменения такие, со 2 августа я начал поднимать её не по 100 раз, а по 120 раз. Можно было и по 150, но день пропуска, это значит, на следующий день нужно будет сделать уже 300. Вот, как-то я пропустил 3 дня, был в походе, и пришлось мне сделать 360. Поэтому по 120 вполне. И я что ещё делаю? Сейчас покажу. Держи. Сейчас, чтобы меня было видно. Видно меня? Да. В общем, я стал делать по 120, и сама штанга, уже расшаталась даже вот эта штука, сама. И саму штангу я теперь кладу на грудь. Это намного тяжелее. До этого я, видно в видосах, делал примерно вот так. Сейчас я обязательно грифом касаюсь груди и наверх. Вот, это утяжеляет упражнение. И плюс делаю уже не 100, а 120. Вот такие вот изменения к 18 августа. Так, немножко поясню, как я делаю эти 120. То есть, подход и 12 повторений. И так у меня 10 подходов. На расслабоне это выходит примерно 15 минут. То есть, через каждые там 40 секунд или через каждую минуту я делаю подход. В общем, сейчас, спустя полтора месяца, совершенно это делать не сложно, сложнее заставить тебя начать сегодня снова делать 10 подходов. Вот это самое сложное теперь. Потому что штанга уже летает до примерно 8 подходов. Штанга летает наверх без проблем. Покажу, как это все происходит. До груди и пошел. Я показывал, как это происходило в первые дни. Там, конечно, было все намного сложнее. Вот спустя полтора месяца. Намного все это делать проще. Все, больше никаких новостей нет. Делаю теперь по 120. Уже со 2 августа практически 2 недели уже. Всем привет! Пошел третий месяц. Сегодня 16 сентября. Прошел тот период, когда был спад сил. Сейчас штанга снова кажется легкой. Вчера я не делал. Делаю я по 120 раз за день. Поэтому сегодня мне нужно сделать 240 раз. И поставлю часы. И покажу, как вообще происходит этот процесс. За сколько время я сделаю 240 раз. Еще одна важная особенность. Примерно через полтора месяца занятий я почувствовал, что мышцы перестали тянуть штангу. Они как будто начали уставать с каждым днем. Если в первые 10 дней в месяц мышцы привыкали и штанга становилась все легче и легче, то потом она как будто бы вес ее увеличился. Мышцы после 8-9 подхода вообще отказывались ее тянуть. И это продолжалось примерно 10 дней. А потом мышцы снова привыкли и уже такого не было. 240 за 21 минуту. В общем, так как штанги сейчас нет в том месте, где я живу, я перешел на отжимания. По восприятию примерно то же самое. Также устают мышцы, как после 40-килограммовой штанги. Отжимаюсь я также по 12 раз 10 подходов. Сегодня 6 октября. До конца эксперимента этого 100 дней штанги осталось 6 дней. 10 октября. Два дня до завершения. Вот что я точно понял с этого мероприятия, что лучше на завтра не оставлять то, что можно делать сегодня. Вот если сегодня нужно сделать 120, ну вроде так налегке можно сделать это. Но сегодня я пришел поздно, а сейчас уже 10 часов вечера. И вроде как бы кажется, можно отложить на завтра. Но нет, цифры обнулятся только, когда сделаешь 120. Иначе завтра 240. Это будет вдвойне тяжелее, вдвойне неприятнее. Не скажу, что я к этим цифрам 120 отжиманий, либо 120 раз штанги в день как-то привык. Нет, всегда нужно, каждый день нужно себя было заставлять. И даже сейчас, 10 часов вечера, уже 11-й, я все равно себя заставляю сделать эти 120. Несмотря на то, что прошло уже 98 дней позади, сегодня 99-й, все равно нет такой привычки, что не замечаешь эти упражнения, все равно ты их замечаешь. Завтра будет результат. Еще 12. Ну что, третий подход. Четвертый. Не так сильно нагружаются грудные мышцы, как после штанги. Больше при отжиманиях нагружаются плечи. Но так как штанги здесь нет, поэтому делаю отжимания. Пятый подход. Восьмой подход. И на этот раз я попробую 8-й, 9-й, 10-й подход и сделать сразу. То есть, стоять вот так тяжелее. Чувствуется спина. Отжиматься легче даже. Так, восьмой сделал. Сейчас устал. Вот сейчас устал. Не знаю, смогу ли я 10-й сразу. Спина сильно устает, прям прогибается. В общем, три подхода по 12. 99-й день. Так, ну что, настал новый день. Это 100-й день, 12 октября сегодня. Так, полминуты, третий подход. Полминуты, девятый. Полминуты, десятый. У нас, фу, 100 дней. В общем, значит, сейчас передохну. Наверное, часика-2. Перед тем, как сделать финальное фото, потому что после упражнений мышцы всегда набухают, и потом идет небольшой спад. Первые где-то 90 или 88 дней я делал штангу. сначала по 100 раз в день, потом по 120 раз в день. И последние 12 дней я делал отжимания, так как штанги здесь нет. 120 раз в день. Вот. Самый важный вопрос для меня самого, буду ли я продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok